Но ЧВК Вагнера завербовало более 200 человек в колонии под Новосибирском в ИК-14, по свиданиям издания «Тайга.Инфо», отключили специально телефонную связь под это. Родственники заключенных пришли к колонии и потребовали предоставить им право на звонок, а до этого времени заблокировать отправку на войну тех, кто дал на это согласие. Родные также обратились к начальнику исправительного учреждения, цитирую, приостановить все действия по подготовке и отправке заключенных в зону СВО без решения указанных вопросов. Пока не ясно, как отреагирует на это руководство тюрьмы, а с нами на связи Наталья, жена одного из мужчин, которого, я так понимаю, уже завербовали в ЧВК. Вагнера, Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какая ситуация на данный момент и вот эта отправка заключенных из колонии, где находится ваш супруг, она происходит или все-таки вам удалось остановить этот процесс? На сегодняшний день пока еще ничего не известно. Мы знаем только одно, что действительно, на самом деле, ЧВК были у нас в колонии. Так как руководство колонии никаких комментариев нам по этому поводу не дало, просто получилось случайно, что мы встретили осужденного, который освобождался на этот момент. И он нам рассказал о том, что да, действительно были. Он сказал о том, что да, действительно предлагали деньги, предлагали хорошую оплату, предлагали амнистию. И по этому поводу он не согласился просто потому, что ему через два дня нужно было выходить. Я спросила конкретно про своего супруга, так как начальник колонии мне никаких комментариев по этому поводу не дал. Он мне ответил. Я назвала фамилию своего супруга, он сказал, да, я его знаю. И да, он согласился на контракт. Больше пока никаких комментариев я ни от начальника колонии не получила, ни от прокуратуры, в которую я отправила также своё обращение. Пока ещё ничего мы не знаем. Также мы написали коллективное обращение от всех родственников, которые приезжали сегодня, с целью получить хоть какие-то комментарии. То есть наши опасения не подкрепляются, но и не опровергаются. Мы не знаем пока ничего. Ну а родственникам, юристам, адвокатам сейчас у них есть возможность прийти в колонию и лично побеседовать с заключёнными? Нет, на сегодняшний день такой возможности нет, так как сейчас в связи с санитарно-эпидеологическими мерами все длительные и краткосрочные свидания закрыты. Закрыты только в колониях, в которых находятся совершеннолетние мужчины. То есть в исправительной колонии, где находятся несовершеннолетние, то есть в воспитательной, где находятся женщины, и в лечебно-исправительном учреждении свидания не закрыты. То есть там карантинные меры не введены. Хотя когда был карантин на самом деле, краткосрочные свидания, так как они проходят через стекло, никогда не отменяли. У нас отключена связь, зона телеком, именно в тех колониях, которые на сегодняшний день находятся на карантине. То есть связи нет вообще никакой. Письма тоже не доходят. Ну то есть в СИН-письмо, это электронные письма, тоже не доходят. Связи нет никакой. Мы ещё ничего не знаем. Единственная информация, которую мы получили, это от освобождающегося заключённого. Всё. Иногда в колонии, ну так должно быть, допускают членов общественно-наблюдательных комиссий. На связи ли вы с представителями этого органа? И там какие дают комментарии относительно происходящего? Вообще никто никаких комментариев не даёт. Ничего говорят. Мы не знаем. Ничего не опровергают, никто не подкрепляет. Никто не знает ничего. Мы не смогли добиться ни от кого и ничего. Как вы относитесь к тому, что ваш муж может поехать в зону СВО, спецоперации? Сколько ему вообще ещё оставалось сидеть? Ещё четыре года. Восемь прошло, ещё четыре. Как я отношусь к этому? Моего мужа приговорил суд к тому, чтобы он отбывал наказание в данной исправительной колонии. Чтобы его этапировали, это может только решить суд. Как можно без решения суда по его личному желанию вывезти его из колонии? Мы не можем понять, это похищение, это побег. Не получится ли так, что они сейчас «добровольно» уедут, а на следующей неделе, в следующем году им не скажут, когда они вернутся в место помилования, амнистии, которое им обещали ещё за побег 7 лет. То есть мы не знаем ничего, на каком основании посторонние люди пришли в колонию. Чтобы нам, родственникам, попасть на свидание к осужденным, нам нужно иметь документы, подтверждающие родство. Это указано в правилах внутреннего распорядка. То есть совершенно посторонние люди забирают непонятно куда наших родственников, осужденные не имеют в полной мере. Они не обладают всей информацией, которая только о том, что происходит сейчас в зоне спецоперации. Они ослеплены этой свободой, потому что у многих остались ещё десятки лет, не так, как у моего мужа. Наталья, а вы знаете, это лично Евгений Пригожин прилетал в колонию, где находится ваш муж или же просто его сотрудники, поскольку ранее уже, в том числе, ресурсы, связанные непосредственно с главой ЧВК Вагнера, распространяли вот эти видео, где сам Пригожин с двумя звёздами на груди обращается к заключённым и призывает их всё-таки принять участие в этой войне? Насколько мне известно, опять же, освободившийся заключённый, который бывший, он нам сказал, дал примерно описание, что человек с дефектом речи, то есть, как он сказал, немного картавит, был лысый, то есть больше мы ничего не знаем. Этих антропометрических данных не хватает для того, чтобы идентифицировать, он это или нет. А вы слышали рассказы других родственников, может быть, видели ролики с самими заключёнными, которые поехали на эту войну, и слышали ли заявления правозащитников о том, что от людей там могут просто избавляться, как это называют в самой ЧВК Вагнера, обнулять? Да, я об этом слышала, но я стараюсь эти мысли от себя гнать, потому что я ни в коем случае не хочу думать, что это может случиться с нами. Эта информация наши близкие, родные не обладают, так же, как и мы в полной мере. Никто не знает, что им там обещают, никто не знает, что там вообще на самом деле происходит. Единственное, что мы знаем, что действительно идёт вербовка, и мы знаем о том, что они, многие соглашаются, и соглашаются из-за свободы и из-за денег, потому что идёт моральное подавление, что вы мужчины, ваши женщины там одни, помогаете, как вам не стыдно и так далее и тому подобное. Как к этому относятся правозащитники, я, к сожалению, сказать не могу. Спасибо вам за это свидетельство и за вашу смелость, что вы нашли время принять участие в нашем эфире. Наталья, жена заключённого из исправительной колонии номер 14, куда, по всей видимости, также прилетал либо Евгений Пригожин, либо какие-то сотрудники ЧВК Вагнера для вербовки людей. Расскажу тоже личную историю у моих знакомых. Вот так же из колонии забрали их родственника, и вот связи с ним уже нету, начиная с 7 сентября. Жив он или нет, они не знают.